Девушки отдыхают 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 Вот как она выглядела. Волосы ее цвета морковки, пули заплетены две такие косички, торчавшие в разные стороны. Нос походил на кружечную картофель. Да там уже еще и красненькую от веснушек. Большим широком рте. Что рте? Рте! Сверкали белые зубы. На ней была одета синее платье, но так как синего телевидения не хватило, она вшила в него кое-кде красные луслисты. Ну что, нормально. Она очень тонкие и худые ноги, а она натянула длинные чулки. Разных цветов. Один коричневый, а другой черный. Огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа купил их ей в Южной Африке на вырост. И Пеппи ни за что не хотела носить другие. Понятно? Когда Тони и Алика увидели, что на плече у незнакомой девочки сидит арбезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая мартышка была одета синей брючкой, желтую кубочку и левую соломиную шляпку. Пой не пошла вдоль по улице, одна на губа тротуару, в другой по мостовой. Тони и Алика не спускались ни о глазах, но она исчезла на поворотах. Одна поскорая девочка вернулась, но теперь она уже шла с дадом вперед. Причем шла она так только потому, что поленилась повернуться тогда, когда она думала об обращаться домой. Поравнявшись с калитки Тони Алики, она остановилась. Дети молча глядели друг на друга. Наконец Тони сказал. «Почему ты прячешься как рак? Почему я прячусь как рак?» Тони спросил Алика. «Мы как будто живем в золотной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как ему спуниться? И вообще, если хочешь знать, в Египте все так ходят, никого это ни копейки не удивляет. «А откуда ты знаешь?» – спросил Тони. «Хм, ведь ты не была в Египте!» «Как? Я не была в Египте!» – возмутилась кое-как. «Так вот, заруби себе на носу. Я была в Египте. И вообще писала весь свет и вдоволь досмотрела с этих чудес. Я видела вещей подаванных, чем люди, которые пятятся, как раки. «Ха, интересно, а что бы ты мне сказал, если бы я прошла с на улицу на руках какой-то в Индии, а?» «Ха, ведь ты на минуту задумалась. Верно, я буду, – сказала новичальник. «Да, да-да-да, сплошное вам вранье!» – подтвердила Аня, помешившая старец хоть одна столичка. «Ага, сплошное вранье! Иногда я начинаю забывать, что было бы, что не было. Да и как ты вообще можешь требовать, чтобы маленькая девочка, у которой мама Ангела милая, а папа не медицинский король новостными веками, всегда говорила лишь одну правду?» «И к тому же, – сказала появится ее бесслужчатая мордочка, – за дело! Во всем величинском танго не найдется ни одного человека, который бы сказал хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет, а не там всем прут! Прут сми утра, и на захода солнца! Так что, если я вам когда-нибудь слышу, я не совру, вы не должны на меня сердиться. Ведь я очень долго прожила в этом, как сама, в нём. Теперь я спокойно. А подружиться мы все-таки сможем, верно? Еще бы вас пилями! И вот так он понял, что в нынешний день уже нутка, нельзя назвать нутной!